Мужчина, да? Да, он еще не мужчина, он еще юноша Ладно, юноша Красивый, зеленый, а хвост еще беленький Мы с Машей обсуждаем, что всегда очень хочется сделать тык в тревожную кнопку, когда он так делает Он пытается пролистить курицу Да, только он не той стороной привлекает, мне кажется У него такая пушистая просто тревожная кнопка Да Он не прикрытый ничем срам Он не прикрытый ничем срам Ном-ном-ном, мне кажется он забыл что Ну хорош, хорош Чуваку очень хорошо У него все нормально Он просто принимает солнечные ванны А ему мешают Сосед не понимает, что не так Вороны вообще не рады Вороны вообще не рады уборке Только один Помогаторы Да Он воду тоже помогает наливать Там это если что пельмени Можно прерваться на пельмени Короче Обед Обед Ну ладно Ну короче если что Если что пельменный обед Медленное падение Сколько у нас сейчас градусов на улице 29 градусов 29 градусов Филимон Он нашел травку Он кушает травку У нас традиционное в гуливании гусят Я нашла страшную личинку стрекозы Правда по-моему она уже вылупившаяся Да она уже вылупившаяся Мы едем травку А Настя там лягушек ловит Или опять в чью-то нору лезет Вот Да Тут лягушечки сидят прямо вот так вот В лагуну Но я не хочу оставлять сына Здесь что-то капает Хотя сын так хорошо notices Какой-то ручеечек Отто, иди к нам. Вперед! Приветики! Я с тобой не игрю. Удивительное дело, я, короче, в этом году не успела заснять самый наплыв детей. Когда у нас тут маленькие скворчата, дроздята атаковали массу волонтеров. Вот эти сейчас маленькие ребята, они уже такие подросшие. Они вот попискивают еще, но в целом они едят сами. И плюс нас, как всегда, выручили очень взрослые птицы, которые кормили малышню. То есть, понятно, волонтеры тут не вылезали практически из вольера. Но еще и наши дрозды, которые живут у нас уже давно, со сломанными крыльями, с вот этим вот всем, они тоже подключились к кормлению. Они каждый год это делают. Огромное им спасибо, потому что это тот момент, когда птица не просто живет в центре, ну, то есть, доживает свою жизнь на правах инвалида, но и вносит свой вклад в нашу работу. Это обкаканная прятательная коробочка. Малышам здесь нравилось сидеть. Но сейчас, наверное, уже не так это все актуально. Привет. Вот, я самых малышей не успела заснять. Малыши и дроздят. Но они еще пока не очень боятся, поэтому можно их поснимать близко. Если вы помните зимние съемки, то там близко поснимать птиц совершенно было нереально. Потому что, конечно, дикие инвалиды к нам не подходят. А этих пока люди не так пугают. Собственно, поэтому мы их и не выпускаем, потому что, ну, вот, они еще не понимают, что есть опасность, что не опасность. Можем вот так подойти и так пунька за хвостик. Здесь они, на самом деле, вот даже сейчас просить не пытаются. То есть, вроде они попискивают, бегают рядом, но уже так с интересом копаются в мисках. У них там червяки, тут у них ягодки. Да. Вот, ну что это такое? Смотрите, это маленький певчий дрозд. Маленький певчий дрозд. Вот он еще просит кушать. Ну, я тебе ничего не принесла сейчас. Но могу тебе дать ягодку. Хочешь? Невкусно? Вот это черноплодка. А это вот скворец. Да, это скворцы. Скворцов в этом году у нас меньше, чем дроздов. В прошлом году было наоборот. Был какой-то прям момент наплыва скворчиной. Сейчас как-то не скворчиной год. Ну, вот тоже они есть. Все-таки массовый вид. Ну, конечно, корма очень много уходит на прокормление всего этого стада. Но утешает то, что большинство этих ребят, они здесь ненадолго. И все-таки все они пойдут под выпуск. Ну, попозируй меня. Ты вон какой красавчик. Не боишься? А если я поймаю? Поймаю вот так вот маленького дрозда. Специально, на самом деле, мы ничего для их дичания особо не делаем. То есть птицы сами в мере подрастания перестают зависеть от людей. И для них общение с человеком, оно не очень естественно. Они тянутся автоматически к своим сородичам. Поэтому мы просто не навязываем свое общество. И со временем они перестают к нам подходить. Начинают шарахаться. Боятся. Кто здесь? Ваша пещера. Мы стараемся, конечно, пристраивать травматиков. Тем более сейчас такой хороший момент, чтобы взять птицу. Ну, пока она еще юная и можно с ней наладить контакт. Потому что, конечно, они со временем подрастут. И все, уже будут дикие. Хоть и выращенные в неволе. Но дрозд-рюбинник непопулярный персонаж. И не особо активно их берут в добрые руки. Тут будет дрозд-роздиный выпуск. Дрозд-роздиный выпуск на ютубе. Видите, какие синие какашки после ягод. Ужас. я поймала тебя поймала булку же какого фига тебя поймать нет ловить нельзя нельзя ловить про грушу спрашивали почему его забрали типа не лучше ли было его оставить к сожалению груша когда попадает в неловкую ситуацию и теряется где-то он резко перестает быть диким аистом и начинает идти к людям вот у нас с некоторыми воронами если помните были такие проблемы когда он вроде дикий дикий не подходит в руки не дается но если ситуация критическая то резко переобувается в полете вот груша собственно ведет себя также но и мы поэтому опасаемся что там ему один раз повезло и второй раз повезло вот но люди все разные к сожалению если бы была абсолютная уверенность что никто ему ничем не навредит то и ладно бы я не говорю то есть я говорю что там не навредит это там не только про то что там подстрелит не подстрелит то есть поистам все-таки редко стреляют хотя тоже бывали сущие вот но даже если человек просто его поймает и запрет где-то там в клетке это будет тоже не очень хорошо он подглядывает он что-то подозревает да чую что-то не то сейчас я его вот так вот поставлю и птички такие а место вырубки в лесу у нас очень быстрая экспедиция все что-то сжигали супер быстро экспедиция за ветками для вольеров там просто для оформления вольеров уже не хватает жердочек а здесь много того что после лесоповала не вывезли и остались лежать такие кучки мы отсюда вот таскаем ветки они кажу уже такие подвятшие но не важно